Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули! Мне кажется, это как-то некрасиво смотрится, не видно всю поляну, поэтому давайте положим вот так. Здесь у нас канапешки, грейпфрут. Я всегда чищу грейпфрут именно так, так получается очень вкусно. Здесь у нас огурчик, зеленый лучок, канапешки, красный болгарский перец и моя любимая долма из листьев винограда. Также здесь кефирчик, как вы знаете, я все поливаю кефиром, делаем вот так вот. И всем тем, кто кушает, приятного аппетита! Если честно, у меня сегодня вообще нет настроения по еде этот мукпанг. Я должна была снимать вчера. Но это за своей тупостью. Я допустила ошибку. Вчера мы делали отчет с бухгалтером. И она дала мне код, по которому мне нужно было платить мои налоги. И что вы думаете? Я оплатила неправильно. Супер! И мои 300 долларов улетучились. Вчера должна была снимать этот мукпанг. Но обычно, когда я снимаю мукпанги без настроения, это очень не нравится моим зрителям. Я, наверное, передаю вот эту ауру. Возможно, получится вернуть эти деньги. Ну, как сказала бухгалтер, обычно те деньги, которые поступают на счет налоговой, их очень сложно оттуда вывезти. Скорее, невозможно. Но это чисто моя ошибка. Я перепутала вот этот код с этим. Посмотрите, насколько они похожи. Я вот просто вчера весь день такая, знаете, была в Грузии расстроенная. Я обещала себе, что если эти деньги вернутся, ну, вдруг такое произойдет. Вероятность крайне маленькая. Скорее всего, этого не произойдет. Но все же я решила, что я куплю вот прям все, что хочу. Но, скорее всего, этого не произойдет. Еще часть денег переведу кошечкам, собачкам в приюту. Я часто отправляю деньги в приюту, но я это не показываю, не демонстрирую. Эти люди, которые этим занимаются, подкармливают бездомных животных. Я считаю, что им вообще низкий поклон. Ну, в общем, просто из-за своей ошибки изменяюсь за выражение, просрала 300 долларов. А все знаете почему? Теперь ежегодно будут приходить и проверять газовые счетчики из газовой организации абсолютно бесплатно. В общем, он пришел, заполнял эти документы, а я в это время просто стояла рядом и думала, что просто так стоять, займусь чем-то полезным. В общем, я решила заплатить налоги. И это я не к тому, что он виноват моей ошибке. Понятное дело, что виновата я. Просто какие-то ответственные вещи нельзя выполнять. Вот так. А сегодня я такая встала. Думаю, деньги это нашивное. Все могло бы произойти. Я могла бы попасть в аварию. Я могла бы, не дай бог, сбить кого-то. Дорожно-транспортное пришествие. Бог мне даст. Какой вкусный огурец. Вот казалось бы, просто огурчик. Он такой свежий, такой наливной. Он такой свежий, Сегодня еще на канале вышел влог. Переходите, смотрите. С утра встала, перевела. Насчет лазерной шлифовки очень много было комментариев, что я сошла с умом, что у меня все замечательно. На самом деле, косметолог тоже самое говорит. Она говорит, что не будет делать эту процедуру, потому что показаний к ней нет. Одна девушка написала, что ты просто не любишь себя. Здесь я с ней соглашусь. Реально, мне кажется, что я нуждаюсь в постоянном апгрейте. Мне что-то не нравится в себе. Понятное дело, что я не первая красавица. Но идеальных людей тоже крайне редко можно встретить. Поэтому надо любить себя такой, какая ты есть. Вот зубы я очень рада, что я сделала. Мне безумно нравится. мы когда в Грузию поехали, мы просто были в шоке от того, насколько девушки натуральные. Очень красивые, очень натуральные. у нас, наверное, каждая третья сделала нос или еще что-то. Я не считаю, что это плохо, если человеку нравится. Если человек таким образом чувствует себя комфортнее, увереннее в себе, почему нет? Ну, я чувствую, что я немножко перебарщиваю в какой-то степени. Одна девушка пишет комментарий. Сначала она даже губы делать не хотела. Ее все устраивало. Сейчас шлифовка. Да, действительно, мне раньше очень нравились мои губы. Я была против всего этого. То есть, у меня не было такого вот стукнет мне 18. Я сделаю. Первый раз чисто за компанию с подругой пошла делать губы. Сделала 0,5. Мне настолько понравилось. Я была настолько довольна. Потом понакатанное в какой-то момент. А я уже замечала, что на видео просто огромные губы, и это смотрится вообще неаппетитно. То есть, я кушаю и как-то даже противно кушаю. И мне начали это писать в комментариях, потом они потихоньку сдулись. Но вот сейчас, я думаю, мне идеальные губы. Ни больше, ни меньше. Абсолютно не надо. Девушка пишет, меня очень интересует судьба котенка, которого забрал парень. Его назвали лобсиком. Все с ним замечательно. Он живет себе припеваючи. В частном доме. Может погулять и во дворе. Может зайти внутрь. То есть, все с ним замечательно. Единственное, он так же, как и Твиксик, пытается убежать. Идет гулять к соседям. Ну, а так хорошо, что я его туда пристроила. Вообще, моя бы воля всех бездомных. Я бы взяла к себе. Это лонг чипс. Пробовала впервые. Со сладким болгарским перцем. Но у меня почему-то от него такой вкус, как будто это помидор. Вот, кстати, интересный вопрос. Айка в Баку. Очень много блогеров работают как модели в магазинах. Не задумывайся об этом. У тебя хорошая фигура. Я вам скажу больше. Не то, что я задумывалась. Мне часто об этом пишут. Типа рекламное сотрудничество в магазинах. Во-первых, работать моделью в магазине это не так уж и легко, как кажется со стороны. Во-вторых, зачем мне для них делать контент, если я могу делать контент для себя и зарабатывать за этого? Обычно туда иду девушки, у которых нет своих страниц, у них нет аудитории. И они очень хорошо зарабатывают на этом. В моем случае не то, чтобы я такая высокомерная. Я просто могу снять пару видео для Ютуба и заработать столько же. Зачем мне париться, куда-то идти? И это получается, что я работаю на кого-то. Я развиваю чью-то страницу. Я хочу развивать свою. Возможно, вы замечали, вот эти девочки-модели. Они какое-то время работают. на чужую страницу, а потом сами становятся блогерами. И они правильно делают. то же самое, что мне предлагают снимать ролики для определенных ресторанов и вести их инстаграм как SMM. И если задуматься, на самом деле в этом нету никакого смысла. Чем развивать чей-то инстаграм, лучше потрать свое время и развивай свой, а потом продавай там рекламу. Поэтому подобные предложения часто поступают на мой инстаграм, но я просто игнорирую. Я ничего не отвечаю. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока.